Чтобы понять этот публик современной Европы, надо понять, что наши деды и отцы в значительной мере сделали Европу такой, то есть разгромив фашистскую Европу во главе с Гитлером, провели денацификацию, дефашизацию, демилитаризацию. И по сути дела, во время Холодной войны Европа попала, когда Советский Союз прошел, такая Европа попала в область контроль, скажем так, коллективного Запада, вот этой западной глобальной цивилизации во главе с определенными банкерскими кланами. Поэтому говорить о том, о множестве цивилизаций в Европе, восточноевропейской, славянской, это можно только условно. Можно говорить, что на самом деле мир поделен, так сказать, на две цивилизационные части. Там, где правят античеловеческие законы, потому что мы знаем кредитные все вот эти отношения и прочее, прочее. И там, где действуют православные, христианские законы. Поэтому, когда мы, именно поэтому Достоевский говорит, что Россия, российская цивилизация спасет мир. Мы, на самом деле, знаем о планах мирового правительства сокращения населения, избыточного с их точки зрения. И мы почувствовали уже на себе, и в России, и здесь, на Украине, мы почувствовали эти технологии. Здесь вымирает население со скоростью 300-400 тысяч, в России до миллиона. Сейчас, правда, в связи с этой политикой начинают в России замедляться эти темы. Но все равно, до тех пор, пока Россия не верит в свой суверенитет, этот процесс будет продолжаться, я имею в виду вымирание. Поэтому говорить о том, что Европа независимая, говорит, что единственная независимая страна, это Англия. Которая, так сказать, совместно с Америкой диктует Европе определенные правила. По поводу цивилизационного выбора. Действительно, Бисмарк еще говорил, что Россия, какая она ни была бы, расколота, рано или поздно она объединится, как шарик с ртузи. Поэтому, да, очень много в таможенном союзе, так сказать, непросчитанного. Но цивилизационное вот это притяжение, оно гораздо сильнее. Многие говорят, вот на Украине половина русских. На самом деле, мы знаем, что в 2008-2009 году проводили исследование института Гэллова. И они провели исследование, чтобы выяснить возможность Европы, Украины вхождения в НАТО. 83% выяснилось людей с русским менталитетом, 83% выбрали анкеты на русском языке. Поэтому Украина такая же русская страна, как и Россия. Поэтому, разумеется, никогда Украину не возьмут ни в Европу и так далее. Единственное, что может делать Запад через, скажем, как наемник, да, вот этой глобальной западной цивилизации, это сокращать население и убивать производительные силы здесь. И вот, кстати, одна из технологий, вот это сванцевый газ, добыча сванцевого газа. Именно в Харьковской области, самой густонаселенной территории Восточной Украины, где именно русскоязычный культурно-интеллектуальный потенциал, планируется, так сказать, катастрофа по масштабам равная Чернобыль. Поэтому, под предлогом, разумеется, там, утешевление газа, там, то есть все, 5-е и 10-е. Поэтому, с моей точки зрения, это такой же выбор, как сделали наши прадеды в годы Переяславской рады, да, тогда стояли перед угрозой войны России четырьмя крупнейшими державами, да, Сурция, Крымское Афганство, Речь Посполитая и Швеция. Но все-таки пошли на вот эту жертву. И, да, эти войны все произошли, но в процессе этих войн население и производительные силы, как России, так и Малороссии, росли. Более того, вся элита Российской империи больше, чем на половину, состояла из выходцев из Малороссии. Последние монархи коммунистические тоже были с выходцами из Малороссии, из Украины. Поэтому, по поводу коррупции. Коррупция, мы должны с вами представлять, да, что, так сказать, это на самом деле коррупция внешняя. То есть, Запад дает нашим чиновникам возможность, потому что все бизнесмены крупные, на самом деле, держат там инвестиции, все деньги, все счета, все уголовные дела и так далее. Поэтому они находятся на внешнем управлении. Как чиновники, так и крупные бизнесмены. Поэтому они нам, скажем так, не союзник. Я имею в виду таможенный союз. И точно так же, как это было в годе Переславской Рады. Именно поэтому царь Алексей Михайлович и Земский собор 1953 года потребовал, чтобы Рада о присоединении Малороссии к России была черной. То есть, с участием черного люда, простого люда. Именно это был первый референдум, когда люди определялись. Послы объездили все села и местечки. И у каждого главы хозяйства каждый поклялся и подписался. Поэтому прав Ростислав Ищенко о том, что только союзные отношения позволят. Не просто союзные именно как участник таможенного союза, но и политического, и военного союза. Только тогда будет полное доверие. И тогда и предприятие военно-промышленного комплекса, и наука, и так далее, заработает и, скажем, и расцветет. Такая у меня, по крайней мере, и надежда. Спасибо. 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 Спасибо.